Упал, очнулся гипс. Цитата из известного фильма становится актуальной в период гололеда, когда по статистике возрастает количество ушибов, переломов и сотрясений мозга. Но нередко причиной травм могут быть не скользкие улицы, а остеопороз. Заболевание тонких костей становится причиной переломов, иногда даже без падений. Тему продолжит Розалия Борисова. О том, что такое остеопорозе, Нейда Николаева знает не понаслышке. Несколько лет назад наша героиня узнала, что причиной перелома стало не неудачное падение, а низкая плотность костной ткани. Но даже после диагностирования болезнь о себе знать не давала. Но с годами любое резкое движение может дать причиной еще одной травмы. Потому что мозг слетает, надо лечиться. Сейчас уже начнемся оговорить, я боюсь уже. Так же, как и Зинаида, большинство узнает об этой болезни только после перелома. Однако остеопороз считается мультибактериальным недугом. То есть ревматоидный артрит, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта и многие другие могут быть причиной начала болезни. Клинически это заболевание никак не проявляет себя. Незначительные боли, которые расцениваются совершенно не как какое-то заболевание костной системы. Единственная клиническая симптоматика этого заболевания, характерная, это переломы. Уже когда произошел перелом на фоне снижения прочности костной ткани. И в зоне риска большая часть жителей республики. Одной из главных причин остеопороза является нехватка солнечного света. Все это приводит к дефициту витамина D, а без него не усваивается кальций. Если раньше болезнь диагностировали только после травмы, сегодня можно о ней узнать в любое время. Таких аппаратов по стране немного. Он определяет минеральную плотность костной ткани по всему телу. Выводит риски. Аппарат сам выведет результаты и их остается только понализировать. Ну и вот, результат уже в принципе готов. С первого по четвертый поясничный позвонок у пациентки определяется остеопороз. Так ее Т-показатель равен минус 2,9. А должно вообще в норме быть до минус одного. Буфает положительное значение, это еще лучше. Значит, плотность костной ткани намного выше. До минус одного – это нижняя граница. От минус одного до минус 2,5 идет уже остеопения. Результаты обследования помогают определить стадию заболевания, подобрать подходящий курс лечения. А при своевременной диагностике можно избавиться от болезни, не прибегая к лекарственным препаратам. Розалия Борисова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.